Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Время ответов на вопросы. Шестой выпуск. Привет! Извините, что в очках очень яркое солнце, поэтому, чтобы не щуриться. Приехала ко мне коробочка. Все для вас. Хочу снимать ответы на вопросы более динамично, в городе, показывая вам красивые виды. А для этого не всегда удобно таскать с собой моих операторов. Поэтому решил снимать на GoPro. А чтобы тряски вот этой жуткой не было, вот такой вот, заказал коробчонку. Так, где у меня ножик? Поехали! Стика у меня к ней нет. Так, ну и в GoPro надо притащить. Сейчас. Давайте установим. Так вот, да? Супер! А теперь поехали в город. Там будут у нас ответы на вопросы. Вперед! Дмитрий, приветствую! Я сам повар с высшим образованием. Стажа уже 10 лет. Хотел спросить вашего мнения. Где, по-вашему, можно расти дальше? В ресторанах СНГ, за границей или в рейсах на пассажирах? На мой взгляд, расти лучше всего там, где есть большой выбор. Выбор разных кухонь, разных классных поваров. А этот выбор есть, как правило, в тех местах, где большое количество ресторанов. Где у нас большое количество ресторанов? Да в больших городах. Поэтому неважно, по большому счету, за границей или в России. Главное, поближе к столицам. Ну, или к крупным центрам. К столицам, наверное, все-таки предпочтительнее. Потому что в столицах, как правило, денег больше, чем в других городах. Соответственно, людей с достатком больше. Соответственно, рестораны борются за такого клиента. И поэтому стремятся поразить чем-нибудь интересным. Как-то вот так. А за границей, преклонение перед за границей, так скажем. Я покатался много где в Европе. И вижу, что нормальных ресторанов в Европе. Классных, таких качественных, куда хочется ходить-ходить. Не больше, чем в Москве, скажем. Везде надо их искать. Так что, за границей неважно. Вот смотрите, куда мы вышли, на какое интересное место. О, сухая речка. Вот здесь, в период сильных дождей, здесь не часто, идут потоки воды. По слухам, я ни разу такого не застал. Потому что всякий раз, когда идет сильный дождь, а он здесь идет, наверное, в общей сложности 3-4 дня по весне, и 3-4 дня осенью я сижу дома. Скажите, какими программами вы пользуетесь при создании своих видео? Я пользуюсь пакетом Adobe CS6. Видео монтирую в премьере, фотографии, соответственно, в фотошопе. Звук правлю в аудишине. Ну и некоторые видеоэффекты и некоторые особые сложные стыковки кадров приходится выполнять в Adobe After Effects. Собственно, все. Если это, в принципе, про пакет, а если это вопрос, какими, типа, лучше программами, да любой профессиональной программой, они все приблизительно одно и то же позволяют делать, кто к чему привык. Это может быть и Final Cut, если мы говорим про MacBook, Mac OS, вернее, так скажем. Это может быть Adios, это может быть Vegas даже, Sony Vegas. Это программы профессионального уровня. Есть чуть послабее Pinnacle. Я, правда, знаком был только с 10 или 11, по-моему, версией Pinnacle. Ну, она совсем примитивная. Возможно, сейчас есть и профессиональные версии этого Pinnacle. А всякие там мулмейкеры и прочее. Это совсем такой простенький инструмент, который предназначен для создания совсем короткой нарезки, коротких видео. Что-то более интересное в нем сложно стыковать. Вопрос. Срок и условия хранения у домашних колбас. Спасибо. Срок и условия хранения домашних колбас точно такой же, как у промышленно изготовленных. Я готовлю колбасы либо по ГОСТу, либо с минимальными изменениями этого самого ГОСТа. Эти изменения касаются, как правило, набора пряностей, количественного и прочего. Все, что касается к сохранности, к безопасности. Это нитритная соль, это обычная соль, это время тепловой обработки, это выдержка и так далее. Всего этого я не касаюсь. Ужас какой. Ну-ка, убегаем отсюда, а то ничего слышно не будет. Почему ведущие других кулинарных каналов используют одни и те же добавки к рецепту, не пробуют что-нибудь новое? Например, дружи, это розмарин, тимьян, чеснок, кашеварим, орегано, орегано и так далее. Понятно, что им это нравится, но приелось как-то. Ведущие кулинарных каналов используют обычно те пряности, которые им нравятся. Если приелось, ну что, либо не смотрите, либо изменяйте их рецепты под свой вкус. К тому же, я, честно говоря, не замечал именно вот такого. Да, если тот же самый славный дружи готовит, к примеру, мясо, ну, стейки какие-то, то он, как правило, использует названные вами пряности набор. Ну, так это понятно, если ему нравится мясо с таким вкусом, он в качестве основной ноты именно их использует. У вашего друга есть тандыр, может сделать утку по-пекински. Утка по-пекински это не только и не столько тандыр. Это, в первую очередь, не тепловая обработка. Это утка, которую накачали, надули воздухом так, чтобы шкура отделилась от мяса. И вся фишка утки по-пекински, это как раз-таки вот эта самая шкурка, поджаристая, хрустящая. Собственно говоря, это блюдо готовили, насколько я помню, для императора китайского. И ему эта шкура и нравилась. А мясо вообще давали придворным. Он его и не ел. Следующий вопрос. Это мы, кстати, гуляем по маленькому городку. Да это даже не город вообще, а деревня, скорее всего. Здесь три или четыре тысячи жителей. Гата-де-Горгас. Здесь сухая речка проходит. Это кондиционер шумит. Так, привет, Дмитро. Скажи, че плануешьте готовить страви украинских кух... Друзья мои, несмотря на то, что мои предки в седьмом колене украинцы, они из Дона, но в седьмом колене мой пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра прадед в возрасте 12 или 14 лет перебрался вместе с останичниками, которые не согласились с расказачиванием. Мы перебрались на Кавказ, в Хадыжинск. Я родился в Татарии. И украинский язык для меня, по сути, такой же незнакомый, как татарский. То есть, буквально какие-то слова угадываю и все. Если со слуха я еще что-то могу понять, если это совсем простенькое, то вот прочитать и понять нет. Поэтому, если хотите, чтобы я отвечал, то задавайте вопросы на русском, пожалуйста. Ну, или на английском, простейший, тоже пойму, или на испанском. Вот, спасибо. Так, следующий вопрос. Вы извините за очки, просто солнце периодически выглядывает и начинаю щуриться очень. Да и не разглядеть ничего. Что самое главное для шоу на ютубе? Картинка, звук и так далее. С условиями, что сценарий и задумка, конечно, есть. Ну, ты правильно сказал, собственно говоря. В правильно заданном вопросе содержится 80% ответа. Что самое главное для шоу на ютубе? Для шоу на ютубе самое главное шоу. То есть, зрелищность. Но, нужно понимать, что вот эта самая зрелищность складывается из нескольких вещей. Если включить какой-нибудь там фильм, не думательный какой-то, а именно тот фильм, который можно отнести к классу шоу. Закрыть глазки и надеть наушники. То с фильмом мы разберемся, я думаю. Фильм все-таки нас зацепит. Это будет эффектно, там классно и здорово. А если тот же самый фильм выключить звук и только смотреть, ну, попробуйте, кстати говоря, интересно, то вы обнаружите, что никакого интереса этого вызывать не будет. Человек 24 часа в сутки слышит все, что вокруг него происходит. Мозг привык обрабатывать эту самую информацию. А вот видит человек только то время, которое бодрствует. Никто не бодрствует 24 часа. Поэтому так и получается, что для человека самым важным является звуковая составляющая. Причем, когда я говорю про звуковую составляющую, на самом деле, это не только разборчивая речь, внятная и так далее. Нет, это еще и звуковое окружение. Условно говоря, если я показываю, как я нарезаю там лучок в кадре или у меня жарится что-то на плите, то звук нарезки, звук жарящейся картошки, я не знаю, вот это шипение, очень важно для того, чтобы картинка выглядела вкусной. Так же и в шоу, если задумка есть, все ведешь, очень важно всегда думать о звуковом окружении, может быть, даже записывать его отдельно. Тогда это будет шоу, тогда будет это классно и здорово. Это я вам сейчас все теорию рассказываю. Сам не являюсь супер-пупер специалистом в этом вопросе. Это то, чего я пытаюсь добиться в своих видео. Скажите, пожалуйста, почему вы используете только 10 грамм нитритной соли? По-моему, по рекомендациям той соли, которую используете вы, должно быть 40 грамм на килограмм мяса. Заранее спасибо. Не знаю, какие такие рекомендации вы имеете в виду и чьи рекомендации. Я готовлю колбасу, как я уже сказал, по ГОСТу, по ГОСТам, вернее, по разным. Так вот, подавляющее большинство колбасных ГОСТов нормируют содержание нитрита натрия в готовом продукте. Для, например, вареных колбас, широчайшего спектра, для колбас вареных копченых, количество нитрита натрия в готовом продукте, по тем ГОСТам, по которым я готовил, не должно превышать 0,005%. Учитывая, что я использую нитритную соль с содержанием нитрита натрия от 0,4 до 0,6%, то мне, для того, чтобы попасть в этот норматив 0,005%, нужно добавлять не более 10 граммов такой соли на килограмм продукта. Следующий вопрос. Какая плита лучше, индукционная или электрическая? На мой взгляд, лучше всего плита та, которая максимально быстро и оперативно реагирует на изменения, которые вы вносите по нагреву. Электрические плиты в этом отношении работают крайне неудовлетворительно. Они с большим запаздыванием это делают. С огромным просто запаздыванием. Индукционная просто супер, очень быстро работает. И у индукционной есть еще один большой плюс, который мне безумно нравится. Дело в том, что такая же быстрая, как индукционная, по времени реагирования, это газовая плита. Но, когда газовая плита работает, она не всю теплоту сгорания газа передает вашей посуде. Большое количество сгоревшего газа, горячего воздуха, обтекает поверхность кастрюли, не знаю, там, аж и сковородки, и поднимается вверх. В кастрюле в этот момент что-то кипит. Допустим, вы что-то жарите. И маленькие капельки жира, вот тут лопаются, вот эти пузырьки от воды, и вот эти вот капельки пары и вот этого жира, самое главное, уносятся вот этими потоками горячего воздуха, который поднимается вверх. И все это дело оседает на всех поверхностях, на полках сверху и так далее, жутко загаживается. Индукционная плита греет только дно кастрюли. И поэтому весь восходящий поток воздуха идет только от самой кастрюли, а не вот это дополнительное тепло. То есть, условно говоря, для того, чтобы пожарить кусок мяса, не знаю, там, кучку картошки, вам на газовой плите нужно там в 2-3 раза больше теплоты потратить, потому что КПД газовой плиты значительно ниже, чем КПД индукционной плиты. И, соответственно, вся вот эта потерянная теплота, я сейчас не про деньги говорю, вся потерянная теплота, вся излишне выделенная, она пойдет на нагрев воздуха, который будет поднимать вверх весь этот самый жир и гарь, загаживать вашу кухню. Следующий вопрос. Как вы относитесь к начинающим каналам, которые пытаются рекламировать себя в чужих комментариях? Спасибо за ответ. В принципе, к начинающим каналам я отношусь нормально, но такой способ рекламы у меня, как у зрителя, возможно, ничего, кроме жалости и стыда, не вызывает. На мой взгляд, это очень жалко выглядит. Это мое мнение, никому его не навязываю. Дмитрий, а какой из ваших рецептов самый-самый, набравший наибольшее количество пальцев вверх? И какой наименее популярный? Надо на статистике канала смотреть. У меня-то сейчас ее под рукой нет. Наибольшее количество просмотров набрал рецепт домашней колбасы. Следующий вопрос. Дмитрий, как относятся в Испании незнакомые люди к россиянам? Каков опыт? Да нормально относятся. Вообще без всяких проблем. Надо вообще понимать, что практически везде, где я был, если ты общаешься с местными, ну, ты общаешься где там, в ресторане, не знаю, в магазине и так далее, и ты приходишь с деньгами. Ты платишь им. Что они, куксицы, что ли, будут? Нормально, короче. Нет здесь ни у кого никаких тараканов. Дмитрий, расскажите о процессе оформления документов в Испанию. Как долго длился этот процесс? Ну, собирали мы документы, дай бог памяти, наверное, где-нибудь месяц-полтора, может быть. Потом подали документы в консульство и ждали в общей сложности, по-моему, 4 или 5 месяцев. Где-то так. Но мой опыт вам ничего не даст на самом деле, потому что законы и требования меняются чуть ли не каждый месяц. И сейчас все может быть абсолютно по-другому. К тому же у всех разная ситуация, разный набор документов и прочее. Как же так? На сегодня это все. Продолжим в следующий раз. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok